Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Мы с Юрой. У нас, знаете, есть такое прекрасное занятие. Приезжать, сдавать кровушку. Вот. Я с пальца брали сегодня кровь у меня, так как не было этих реагентов. В пятницу, по-моему, я входила. Очень, конечно, больно. Блин, не люблю я с пальца сдавать, но ничего. Еще чуть-чуть осталось совсем. Вот. Диночка хорошая брала. И сейчас топаем обратно. Мы сюда подъехали. Обратно будем идти пешком. Пройдемся. Потому что раннее утро. Хочется подышать утром. И зайдем овощей, наверное, купим, да, салат какой-то сделать. Вот такие вот дела. Нам сегодня еще раз в поликлинику приходить. Забирать результаты Юры. Может, завтра придем. Может, завтра. А, там посменно. Нет, лучше, наверное, сегодня. Она сказала с понедельника. А вообще-то во вторник сказала. Юра, ну здрасте. Нет? Нет. Ты говорил, что в понедельник вторая смена. Да, но с понедельника потом. Любой следующий день после понедельника. Вот так вот. Короче, можно и завтра сходить, конечно. Посмотрим. Ну, сегодня у нас продолжается уборка по квартире. Нормальная такая. Мы зашли выпить кофе. Картошечку взяла капотина. Юра, лата. Мы такую красоту нашли. Евка. Мы здесь решили попереворачивать матрасы. Да? Поубирать. Постельное белье постирать. А Ева уже тут контролирует процесс весь, как обычно. Тынь-тынь-тынь-тынь. Давай. Тяжелый Юрка сам. Сейчас делать. Попылесосить надо. О, с этой даже не шевельнулась. Ева. Ева, что это такое? Мяу-мяу. В этот раз сделали салат с улей. Это оливковое масло. Вот. И будем обедать. Так что, мои огурцы здесь. Как видите, ничего. Вообще ничего. Это у нас чесночок, по-моему. Да. И вот здесь огурчик, конечно, вылез один. Он довольно... А, он второй даже. И третий. Смотрите, там есть малыш маленький. Вылазит. Хорошо. Там еще внизу у меня на полу один горшочек. Сейчас перерыв. Вот. Я доедаю моржу. И я вчера попробовала с мамой мороженое. Блин, я забыла, как оно называется. Увижу в магазине, покажу вам. Да, шоколадка так не трещит, но оно жирнее и вкуснее. Так что. Найду, покажу. Я сейчас вообще, ты знаете, такая между поспать в обед. Ну, вот сейчас час дня. Мы столько успели сделать, Юля. Сейчас уже четвертая стирка. постель перебрали там, матрасы перевернули, плед постирали два раза, светлый. Конечно, все равно не очень стирается из-за того, что джинсы... У нас уже матрас. Прикиньте, краска такая на моих джинсах, особенно таких вот для беременных. Такая краска, что у нас сквозь постель даже на матрасе видна. Синяя. Я в шоке. И сегодня еще у меня в планах покрасить корни и продолжить перебирать гардероб. Я еще получила партию лифов для кормления, поэтому, девочки, кому нужно, я, скорее всего, в следующем логе уже покажу вам. Очень красивые, такие, блин, удобные. Я померила себе. Оставлю, конечно, каждую позицию. Мне будет тоже полезно носить. Тем более, девчонки пишут, что это реально классная находка. Вот. И буду выставлять. Уже нужно пофотографировать на себе. Только что посмотрела, что я сняла. Вот сейчас. Честно, охренеть можно от моей пигментации, девочки. Будем потом себя спасать. Уже активно начну, наверное, не знаю, если грудное будет, это еще не скоро. Конечно. Ну, ничего, не паримся. Будем замазюкивать. Девочки писали, что никогда не страдали пигментацией на лице и всегда использовали СПФ. Продукты тоже, да, и не маленьком количестве. Знаете, что их нужно носить так нормально на лицо. Но все равно из-за гормонов, вот из-за беременности пигментация проявляется. Если там скажете, что солнце все такое, поверьте, даже без солнца, под мышками, это вообще такая пигментация сейчас. Казалось бы, я же не хожу с поднятыми руками по улице, да, под солнцем. Проявляется. Вот такие дела. И, кстати, там, где раньше были прыщики, как-то на ногах, знаете, тоже посходило уже, вообще ни пятнышка не было. Тоже проявляется, как, я не знаю, как привет из прошлого. Так что будем как-то себя лечить потом. Итак, я начинаю складывать в шкафу. Постельное белье. Здесь у меня двуспальное, полуторка и двуспальное. Евро в основном размеры. И старое постельное белье буду брать в роддом, чтобы потом можно было выкинуть. Такое, оно уже выстиранное, на солнышке уже выгоревшее, но в роддом покатит. Здесь у меня новые полотенечка, покрывальца разные для моря. Вот, это уже, ну, не новое, но тоже разные покрывала для моря. Буду тоже отдельно складывать тюль, вот, серая у нас. Есть ее выброшу, наверное, скорее всего. Еще есть такая вот накладка на стол. На день стол Валентина я покупала. Уже пятнышко. Фетр. Фетр, в принципе, может понадобиться, слушайте. Вот, фетр очень плотный, качественный, поэтому, скорее всего, оставлю. Она, кстати, одна, да, вот такая, знаете, посередине стола накладочка. Я собрала два вот таких огромных пакета с вещами девочкам временно перемещенным. Юрка на днях отнесу. Вот, и здесь то, что у меня собрано, смотрите, получается, здесь у меня покрывало полотенце, ну, здесь у меня постельное, понятное дело, две полки свободные, и там вещи, которые у меня еще в магазин. Потом, здесь я тоже буду перебирать. Фух, девочки, там у меня обувь нужно перебрать. Из обуви, так, чтобы вы понимали, я заказала и забыла совсем о том, что я когда-то это покупала. Вот такие вот классные сандалии у девочки. Кристина, кто знает, тоже она снимает с Львова про секонд-хенд. По-моему, я у нее покупала, я уже честно не помню. Это замша натуральная, вот, и босоножки очень красивые, на танкетке. Если нужно будет куда-то выбраться, знаете, раз в жизни, то у меня типа на каблуке вот что-то да есть на подъеме, хотя я очень давно не носила. Раньше я еще больше таскала, сейчас, девочки, уже много лет я не ношу что-то подобное. Но пусть будет, как говорится. Потом покупала, помните, вот такие крутые ботинки, замшевые, сапожки. Вот, очень качественные. Это фирма. Мой размер. Но я покупала это все в магазин. Я их не успела выставить, я их не выставляла, я про них тоже закупила и забыла, девочки. Но я оставлю их себе, потому что будет накладно сейчас уже покупать по семейному бюджету, поэтому оставляю себе. Здесь очень удобная колодка, вообще, ну, очень классная. Девочки, вы еще это не видели, шикарное платье, красное, шифоновое, с такими блестками. Блин, оно очень красивое. Я его тоже купила, положила в пакете снять о нем и забыла. Представляете, наверное, он год, это платье год лежало у меня в шкафу внизу. Покупала для фотосессии. Я еще сегодня успела корни покрасить. Такие мешки под глазами реально севают. Не очень чувствую. Сейчас минут 20-25 подержу и буду смывать. Потом хочу накрутить волосы. Итак, в итоге я собрала вот такие три сумки и еще дособираю три огромных пакета. Я не знаю, я скорее всего будем вызывать такси, чтобы довезти до Собеза. Вот. И нужно дособирать еще сумки в роддом. Моих вещей и то, что я оставила, как видите, ну, тут костюмы в основном больше места занимают. У меня пять костюмов, худи, два худи и здесь уже такие свитерочки. Не знаю, может, тоже часть. Есть часть ту, которую я буду продавать еще, потому что я лучше еще что-то продам и куплю малышу еще один набор постельного белья, то есть такой замен сделаю. И с продажи у меня есть вещи, также новые у меня такие пеньюары, разные комплекты пижам, которые я заказывала на складе барабашова, который уже, рынок его уже не существует, к сожалению, вот, но есть еще вот такие разные красивые ночные рубашки, так что, девочки, смотрите, какая красота, это все буду выставлять чуть позже, сейчас хочу доразбирать. У меня здесь белки оставались, я решила БЗ-ку сделать, белки еще с Пасхи оставались, поэтому, ну, они нормальные, свежие, в холодильнике хранились, и сейчас БЗ-чки будут кофе. Юрка, кстати, их очень любит, оказывается, любит, я в прошлый раз делала на украшение на Пашечку, он хорошо так утоптал. Еще я приготовила на скорую руку хлеб, вот такой вот получился, потому что у нас батон немножко того, нужно уже голубям отдать, а хлебушек свеженький, не знаю, какой он там внутри, какой там мякиш, вообще, вылезет он с этой формочки или нет, но, надеюсь, что так погрызем сейчас с этим икрой кабачковой, очень хочется. Что, вот такой получился, неплохой, он просто очень-очень горячий, смотрите, какой красивый, блин, реально, как этот, не арноутка, а как хлеб раньше был, пшеничный, да, называется, он просто каботон покупали, видите, тостовые разные, неплохо так, рецептик оставляю. Так, я поплавала, за одну уточку проверила, которую покупала, температуру воды, все работает, вроде правильно работает, сейчас поужинаем, корни покрасила, корни покрасила неплохо, но, вроде хорошо смыла, здесь такой четкий контур остался, виски, закрасила чересчур. Мне нравятся так эти маски в красках, девочки, это, наверное, самые лучшие маски, у меня есть маски, вот эти вот, ладор, они даже не сравнятся с этими пробничками, которые, не пробничками, а этими вот, дозами, которые я в красках, обожаю.